Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Мария Бодрова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас пикантный выпуск. Героиня нашей программы в первую очередь растения, причем неожиданно из семейства капустных, в каком-то роде родственницы брокколи. А вот уже во вторую приправа. И в этом поединке она первая в истории добавила блюдам пикантности и разнообразила их вкус. Появился продукт примерно в 2000-х годах до н.э. А вот о локации эксперты никак не договорятся. Одни называют Древний Афганистан, другие – Восточную Индию и Китай. Латинское название растения и, соответственно, продукта перевозятся как «вред для зрения». А все потому, что при растирании семян текут слезы. Но, несмотря на это, любовь к героине нашей программы сохраняется сотни тысяч лет. Ее поклонником был папа Иоанн II, который жил в 16 веке. Он добавлял соус на основе продукта во все, кроме сладостей. Наверняка вы догадались, о чем сегодня пойдет речь. Разбираемся, как выбрать горчицу. Как любовь к горчице может характеризовать вас с психологической точки зрения? Какую приправу выбрать – зернистую или порошковую? И по каким признакам понять, что на производстве совершались технические ошибки? Узнаем через несколько минут. В 1933 году до нашей эры персидский полководец Дарий послал своему противнику Александру Македонскому в качестве вызова на бой мешок семян кунжута, который должен был символизировать количество его войск. Александр немедленно ответил на это небольшим мешочком семян горчицы, подразумевая, что хотя его войско число меньше, но в бою может оказаться намного сильнее. История горчицы достойна написания целой книги, ведь есть масса интересных фактов о влиянии этого растения на жизнь многих известных людей. Но как же выбрать качественный продукт, который вас не разочарует? Разбираемся вместе. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Многие тысячи лет человечество использует горчицу, но и в наше время эта приправа не утратила свою актуальность. Рецепт ее прост. Кроме самой горчицы необходимы вода, уксус, соль и специи. Но купить хорошую приправу непросто. Казалось бы, горчица, она и есть горчица, и разницы никакой. Но на самом деле, чтобы выбрать действительно качественный товар, недостаточно взять первую попавшуюся баночку. Прежде всего, нужно тщательно изучить состав. Самая правильная и качественная горчица – это та, которая приготовлена из семян, а не путем размешивания горчичного порошка с водой. Ведь именно в целых зернах в полном объеме содержатся те самые полезные и натуральные вещества, которые делают горчицу такой остренькой и благотворно влияют на желудок и обмен веществ. Для изготовления горчицы из семян в продукте сохраняются и эфирные масла, дающие остроту и пряности, горчичное масло, которое само по себе является уникальным целебным продуктом – антиоксидантом. Безусловно, в порошке от данных масел не остается и следа, ведь порошок – это, по сути, жмых от хода производства, сохраняющий лишь часть полезных свойств этой уникальной приправы. К сожалению, многие отечественные производители в погоне за большой выручкой делают горчицу именно из горчичного порошка. Для большей остроты туда добавляют перец чили и другие острые специи. Кроме того, чтобы сэкономить, зачастую производители кладут вместо винного или спиртового уксуса столовой или уксусную кислоту. Не стоит брать горчицу с крахмалом, его нередко кладут для вязкости и увеличения массы продукта. А вот такие ингредиенты, как душистый или горький перец, хрен, лавровый лист, корица, гвоздика, мускатный орех, кардамон, чеснок, соль и сахар – только улучшат вкусовые качества горчицы. У хорошей горчицы приятный светло-желтый или желто-коричневый цвет. Если горчица слишком бледная, скорее всего, при производстве использовали сырье низкого качества или допустили технологические ошибки. Для того, чтобы разобраться, какой продукт вас не разочарует, возьмем на пробу три варианта от трех разных производителей. Героями нашей сегодняшней программы станет горчица от торговых марок «Кухмастер», «Махеев» и «Русский аппетит». Расставим конкурсантов по алфавиту согласно названиям, присвоим каждому номер от одного до трех, испытаем и в завершении узнаем, кто же окажется победителем программы. Сохраняйте чек. Интересный факт, если верить исследованиям психологов. Любители острых приправ относятся к группе людей, которые обладают позитивным мышлением, не боятся рисковать, эмоциональны, иногда не сдержаны и стремятся к переменам в жизни. И чем жгучее предпочтение, тем более ярко выражены эти черты в характере человека. В лаборатории будет она проверена на объемную долю сухих веществ, которая должна составлять порядка 40-47% в зависимости от рецептуры, которую использует данный производитель. Также будет измерена объемная доля жира, сахара и соли. И определено кислотное число. Безусловно, данный продукт будет проверен на стандартный набор из токсичных микроэлементов радионуклеидов, пестицидов, которые могут содержаться в этом продукте. При покупке горчицы стоит обратить внимание и на страну производителя. Российские и польские приправы острые, а вот европейская и американская горчицы имеют мягкий, нежный вкус. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. В Америке есть национальный праздник – День горчицы, а еще Музей горчицы. В Южном Висконсине хранится больше пяти тысяч банок самых разных видов, а еще бутылки, пробирки из всех пятидесяти штатов и семидесяти стран. В Волгограде проводится фестиваль горчицы. В 2015-м там установили рекорд и приготовили гигантскую банку горчицы весом в 166 килограммов. Куда приправу дели потом? История умалчивает. Изучаем упаковку. Предпочтительнее покупать горчицу в стеклянной банке. Так вы сразу сможете оценить цвет и консистенцию продукта. Однако, если горчица упакована не в стекло, это тоже неплохо. Главное – проверить целостность и герметичность товара, который вы собираетесь приобрести. Упаковка всех наших участников не повреждена и выглядит хорошо. Ставим плюсы. Чтобы выявить недоброкачественный товар, можно обратиться к сроку годности. Если он составляет 45 дней, продукт натуральный. Больше – значит, производитель использовал консерванты. К слову, горчица сама по себе консервант и в дополнительных искусственных добавках не нуждается. Здесь наши конкурсанты показали себя не с лучшей стороны. Их срок годности от 6 месяцев и выше. Смотрим на внешний вид конкурсантов. У натурального продукта благородный светло-желтый или желто-коричневый оттенок. Кроме того, у хорошей горчицы консистенция совершенно однородная, без каких-то комочков и расслоения. А ее запах очень насыщенный и в то же время слегка рисковатый. Если на поверхности заметна темная корочка, выступили пузырьки или появились маслянистые пятна, значит, продукт испорчен. Цвет наших конкурсантов соответствует норме. Они получают еще по одному баллу. Ни одной едой едина. Пифагор рекомендовал компресс из семян горчицы ахтукусов-скорпионов. Гиппократ был уверен, что паста из горчицы – отличное обезболивающее. Его поддерживали врачи из Древнего Рима, которые действительно прописывали продукт в качестве спасения от зубной боли. А еще запах горчицы возбуждает аппетит. С ее помощью можно простимулировать рост волос, привести в порядок иммунитет, вылечить дерматит и поправить здоровье. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись за победу в лидеры на этой неделе. Вышли сразу все конкурсанты. Поздравляем победителей! Думаю, теперь вы сможете выбрать качественный продукт и не ошибетесь в покупке. Главное – не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире Самарского губернского телевидения или заходите на официальный сайт сова.инфо. Увидимся на следующей неделе. Пока!